Здравствуйте! Сегодня я приготовлю блины на сыворотке. Сыворотка остается после того, как из молока делают творог. Я часто делаю домашний творог, то сыворотка у меня бывает часто. Выливать в нее жалко, так как продукт этот полезный. На ней получаются очень вкусные блины. Для приготовления таких блинов необходимы следующие продукты. 1 литр сыворотки, 300 г пшеничной муки, 50 г или 2 столовые ложки картофельного крахмала, 2 яйца, 50 г сливочного масла, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли и половина чайной ложки соды. Примерно половину сыворотки я отливаю в ковш или в кастрюлю, которую можно поставить на таз. Ставлю на небольшой нагрев, чтобы довести до кипения, кипятить не нужно. На остальной части сыворотки замешиваю тесто. Добавляю соль, сахар и перемешиваю. Добавляю сыворотку. В муку добавляю 2 столовые ложки крахмала. Просеиваю мукой крахмал и одновременно замешиваю тесто. Итогом замеса должно стать равномерное тесто без комбов. Добавляю вторую часть сыворотки, которая довела до кипения. Добавляю половину чайной ложки соды. Добавляю сыворотку в готовое тесто. Добавляю сыворотку в сыворотку. Добавляю сыворотку. Добавляю сливочное тесто для блинчиков. Добавляю сливочное масло. Добавляю растительное масло. Добавляю растопленное сливочное масло. Добавляю растопленное сливочное масло. Вреда от 50 г не будет, а вкус очень хороший. Тесто готово. Жарить блинчики сразу. Первый блин я пожарю на остатках растопленного сливочного масла. Дальше я уже не буду добавлять никакой жир. Поджаренный блинчик переворачиваю. Блинчики тонкие, жарится быстро, по полминуты с каждой стороны. Когда на сковороде не осталось сливочного масла, я могу хорошенько ее разогреть. Для того, чтобы блины получались ожирными. Вот посмотрите какие на горячей сковороде получаются блины. Они сразу становятся все в мелкую дырочку. Когда края подрумянились, переворачиваю. Переворачиваю. Вот такой красивый ажурный блин. Таким же образом жарю другие блины. Еще раз повторяю. Если хотите, чтобы блины получались ажурными, нужно жарить их на раскаленной сковороде. Из данного количества теста у меня получилось 25 вот таких вот нежных, тонких, вкусных, ажурных блинчиков на сыворотке. Можете есть их просто так. Можете смазать с маслом, можете сделать с начинкой. Например, с тем же творогом. Вообще получится безотходное производство. Сделали творог, на сыворотке испекли блины и начинили тем же творогом. В общем, оставляю это на ваше усмотрение. Готовьте, пробуйте и приятного вам аппетита! Приятного аппетита! Спасибо, что вы были со мной. Смотрели видео. Если вам понравился видео рецепт, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго и до новых встреч! Кухонные кишки!